Добрый день и добрый пожаловат! В эфире «Русские новости» Монреа. И мы ваши ведущие Ками и Джек. А сейчас сегодняшние заголовки. Съедобно и полезно. Британские учения изобрели бутылки из водорослой. Как прияем патриотизм на туризм? Путин и Тирерсон обсудили ракетный удар США по Сирии. В этом году титул «Автомобил года» взял «Джагуар Ф. Пейс», ставший первым британским автомобилем, завывающим такую награду. Взрывной фанатизм, за что пострадала Буросия перед матчем Лиги Чемпионов. Нигарийские пираты взял вез заложники марьяков из России, Грузии и Филиппии. У нас есть четыре эксклюзивные репортажа сегодня вечером. Но сначала... Ками, как дела? Я здорово. А ты, Джек, как ты себя чувствуешь? Ты очень неважно выглядишь. Да, я болен. Я думаю, что я простудился. Ты ходил к врачу? Нет, но я принял лекарство. Я уверена, что все пройдет за несколько дней. Так, если погода потеплеет, тогда, может быть, я вы здоровы. Раз уж мы о ней вспомнили, давай пусть Лена расскажет о погоде. Доброе утро. Меня зовут Лена и это погода недели. Хорошие новости. Пару же зима почти закончилась. Эта неделя будет теплее, чем прошлая неделя. В конце недели у нас будет настоячая теплая погода. В понедельник посморно и ветряно. Температура будет 5 градусов по Цельсию и вы будете нужна куртка. В вторник тоже посморно, но будет теплее между 8 и 20 градусами. Пока не найдете юбки и футболки, потому что в среде будет холоднее. Температура 4 градусов по Цельсию и будет идти дождь. В четверг будет влажно и плоранно. Наденьте куртку и возьмите зонт. 15 градусов по Цельсию будет теплее, а солнце наше. Будет 15 градусов по Цельсию, вы можете провести день на пледе и загореть. Если вы знаете, кто любит лазад по скалам, вы также можете это сделать. Или вы можете загореть на дворе или балконе, если вы не хотите никуда идти. Солнце будет свечить в целом и будет теплее, 15 градусов. Упакайте палатку, спальню мячок, джинсы, майку и ледкую куртку, потому что это идеальное выродное, чтобы идти в поход. Если вы хотите провести вечер рядом с кастерем, упакайте светер тоже, потому что будет плохо вновь вечером. Кажется, нам везет, Джек. Погода будет теплее. Ну, я не уверен, что я согласен. Я получаю информацию от Давида, нашего человека, в плато. Ой, Давид, вы нас слышите? Джек, Камей, вы слушаете меня? Да, да, мы слушаем. Мы слушаем. Мы приносим вам новости о ужасном землетрассе, который поразил Монреал. Это первое землетрассение Монреала. После Монреала был основан в 1642 году. Причина землетрассения неизвестна. Землетрассение селой 6 по шкале Риктера. В результате землетрассения было нет жертвы. Эта землетрассение хуже, чем снежная буря в 1998 году. Как вы можете видеть, эта улица в плохом состоянии. Причина плохого состояния землетрассения. Мы предлагаем вам, чтобы вы остались дома. Если вы пройдете по улице Мактавеш, дорога будет заблокировать. Вы будете должны повернуть налево и дойдите до угла, а потом повернуть налево или направо. Если вам нужно помочь, звоните полицию по телефону на 911. Спасибо и до следующего раза. Это ужасно. Мы надеемся, что вы вернетесь благополучно. Дальше мы знакомимся с Камилом перед новым рестораном в центре города. Чек, ты любишь готовить? Конечно. Я люблю готовить русскую кухню больше всего. Молодец. Давайте посмотрим, что Камила говорит. Здравствуйте и добро пожаловать в новом ресторане Монреае. Этот ресторан находится на улице Щепок в центре города. Этот ресторан открылся вчера. И ресторан называется ресторан Эрмитаж. Это традиционная русская кухня, которая является очень популярной в Европе и в Америке. Вот у нас такое меню. Ну, это очень коротко, но вкусно. На Сакузьке мы можем поесть виногреты, которые очень популярны в России. На меню виногреты, которые очень популярны в России. На второй шеф-повар рекомендует пив строконов с картошкой или с рисом. На первой для гостей рекомендует лосось на грилье. С ледным салатом. Для десерта гости едят десерты из много разных стран. Как крем-бюлье, который очень популярен в России. Тоже очень вкусный. Есть тоже русские десерты, как пени с вареньем или сладкие пироги. И тут сидит гость ресторана. Здравствуйте, как вас зовут? Олег Николаевич. Здравствуйте, Олег Николаевич. Как вы думаете, как еда в ресторане? Нравится ли вам она? Очень вкусно. Я съел и первое, и второе, и десерт. А я на Эльсе. Больше не могу. Я сейчас буду пить чай из русского самовара и отдыхать со своей семьей. Спасибо вам за это. Ресторан Эрмитаж только что открылся, поэтому надо забронировать стол. Пойдите на ermitage.sa. На здоровье. Скажите, этот ресторан переполнен. Ками, ты свободна в эту пятницу? Не сейчас, Джек. Как бы то ни было, наше последнее сообщение о культуре Монреаля. Элеонор учит нас об истории города. Здравствуйте, в этом году мы празднуемся 375 годы после основы Монреала. Целый год будут выставки по искусству, концерты и фестивалы, чтобы почтить историю и культуру города. Сегодня мы разговариваем о Мишеле Тремблее, известный автор, который родился в Монреале в 1942 году. Он писал романы, рассказы, пьесы и скрипты фильмов. Самые известные из своих произведений свои пьесы. Он писал 28 пьесы через 45 лет и в 1909 году он получил самую престижную канадскую премию по театру. Темы, о чем часто пишет, включают политика Монреала, рабочий класс, решительные женщины и религия в Квебеке. Еще он писал, в диалекте Монреала называется «жуал», который был неизвестен в свои времени. По этим причинам Тремблей помогал создать современную культуру в Квебеке после Второй мировой войны. Он остается важным сегодня. Никто может смотреть свои пьесы и в Канаде, и в других странах. Не смотря на землетрясения, жители Монреаля здоровы. Как ты будешь делать на этой неделе? В этом городе всегда есть что-то поделять. Ты прав. Может быть, я сам пойду в тот ресторан? А я куплю ту книгу. Хорошо. Давай без истерики. Я была Камьи. И я Бильджак. Спасибо и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова